Здравствуйте! Садитесь! А начнем с того, что вспомним, чему мы с вами учились на последних уроках математики. Чему мы учились на последних уроках математики? Узнавали определение квадратных уравнений, еще решать квадратные уравнения. У кого еще квадратные уравнения? Практиковались в этом. Самое главное, основное вы назвали. Мы учились решать квадратные уравнения. Давайте сейчас немножко проверим, насколько успешно мы с вами движемся в изучении этой большой темы. Квадратные уравнения. Для этого вам будет предложено сейчас задание решить несколько квадратных уравнений. Я уверена, что вы с ними справитесь. А работу организуем следующим образом. Сейчас тетради, пожалуйста, откройте. Я вам покажу первое квадратное уравнение. Вы его каждый самостоятельно, услышите меня, решаете. При этом можете делать какие-то небольшие займы с их тетрадью. После чего мы организуем проверку решения и ответов в парк. Договорились? Х квадратный минус 81 равно 0. Время для самостоятельной работы. Итак, время вышло. Обсуждаем факт. Вариант первый. Вариант первый сейчас показывает свое решение, способ решения и ответ варианту второму. Итак, работаем вместе. Время вышло. Вариант второй. Показывает свой способ решения и ответ варианту первому. Остановились. Для меня сейчас посмотрели. Итак, давайте вместе, ребята, обсудим, какие у вас получились результаты вашей работы. Вот ваши парни, способ и ответ. Способ продолжения на множители, ответ плюс минус 9. Плюс минус 9. Так, ваши парни, способ и ответ. Другой же способ и ответ. Такой же ответ. Ваши парни. Нет. Так. Мы вычислили квадратный корень. Вычислили квадратный корень. Это что иное? Способ другой, правильно? ответы ответы те же самые ответы те же самые есть пару которых был какой-то третий способ или другие ответы нет я поздравляю успешно с вами с этим первым заданием уравнение номер два итак время для самостоятельной работы обсуждаем пар вариант 1 показывает свой способ и ответы второму варианту вариант 2 показывает обсуждаем время вышло никита андрей вашей паре способ и ответ а как метод называть это ты назвал частный случай этого не разложения на множители разложение на множители ты использовал метод разложения на множители следующий вашей паре ответы 0 5 у вас а способ такой же у кого есть другой ответ или способ другой нет хорошо следующее уравнение молодцы х квадрат плюс 6 х плюс 9 равно нулю итак обсуждаем вариант 1 показывает свое решение варианту 2 давайте посмотрим у кого что получилось и я мне нужен способ решения и ответ я сократил способ решения ответ а конкретный метод разложения на множители формула сокращенного уравнения 3х квадрат плюс х минус 2 равно нулю итак время вышло обсудите пожалуйста результаты своей работы вариант 1 2 вариант 2 теперь вариант 2 предлагает свой вариант решение ответа 2 итак проверим пожалуйста соня сюля очень бурно обсуждали на несколько способов да несколько ну мы пока не можем решить но если постараться это можно как-то разложить на множители что-то получилось по словам так подождите ответы сейчас есть нет ответов сейчас пока не можешь сказать так у вас что давайте вы должны намножить или потом вы должны догадаться с умолить х догадаться то есть каким методом вы решали как этот метод называется пандал бора какие у вас ответы получились а вот здрасте 1 3 1 3 так ну раз подбором решали значит надо во-первых проверить вот кто верит что ответ будет 1 3 а как мы можем узнать правильно подставить так считать 1 3 в квадрате умножить на 3 1 3 плюс 1 3 минус 2 будет 0 нет подбором пытались решить правильно я поняла но не получилось так у вас уже не получилось не получилось возьмите руки те пару которых получилось решить это уравнение тогда наверно у вас должен возникнуть вопрос вот сначала прежде чем задать вопрос вы пожалуйста говорите один и тот же вопрос вы хотите не задать или нет а потом какой ваша пара хотела бы мне вопрос задать каким способом решить это уравнение у вас какой вопрос возникает точно такой же у вас как его решить но я бы сказала как решить квадратное уравнение общего вида да в том числе частный случай 3х квадрат плюс х минус 2 равно 0 тогда ребят скажите чему сегодня на уроке мы будем учиться решать такие уравнения какие подобные уравнения еще какое слово подберете аналогичные схожие но я бы назвала уравнение общего вида а x квадрат плюс bx плюс c так ведь общего вида уравнение зависит за квадратное так вот это и есть ребят задача назовем это учебная задача которая перед нами сегодня стоит учиться решать квадратные уравнения общего вида давайте чтобы мы не забыли под конец урока что мы хотим учиться делать запишем этот тетрадик пишем учебная задача учиться решать квадратное уравнение уравнение общего вида вот сейчас это очень важный момент который у нас с вами произошел потому что мы по сути с вами поставили цель урока цель урока учиться решать квадратные уравнения и вот на данном этапе очень важно осознать А что нам помогло прийти к этой задаче? Вот что способствовало тому, что мы с вами вместе решили эту задачу решить? Вот давайте, я думаю, что у вас есть у каждого мысль, мне хотелось бы, чтобы вы в парах это обсудили, и потом общее мнение мне высказали по ответу на этот вопрос. Поговорите, пожалуйста, что нам помогло поставить перед собой эту задачу? Не смогли, поэтому понимаете, что надо, да? Хотелось бы это сделать, да? Так, еще какие есть мнения? Мы также не решали получить сравнение, какие-то мы умеем, а тут пришли к такому, которое не можем решить. Вот, самое главное, молодцы. Во-первых, решали-решали, были успешны, все получалось, а тут раз, получилось такое, которое не смогли. И вот вторая мысль, которая Никита мне понравилась, что ты сказал, что ты еще сказал? Никто не может решить. Никто не может решить. Не только, вот кто-то один, да. И самое главное, так как это уравнение имеет, а x2 плюс bx минус c, получается, может быть, надо решить x равен минус b на 2а. А что мы по этой формуле находим? Надо делать решину поработать. Решину? А это какой способ решить? Графический. Ну, мы, конечно, умеем, ребята, с вами решать графические уравнения. А вот когда вы обсуждали, никто не пробовал графические уравнения? Начинал. Но промолчал. Итак, ну, то есть вы опосля вспомнили, что, может быть, еще можно по-другому его решить. Я правильно поняла? Вспомнил? Ну, давайте попробуем тогда. Что же делать, ребята? Итак, вот нам Влад подсказал, в принципе, неплохую идею. Ведь мы решали с вами уравнения графическим методом? Причем они очень похожи, эти уравнения, на то, что мы с вами решали. Пробую, был долго, а что делать? Я вам даю, давайте, правда, во время ограничится, минуту, так скажем. Решаем каждый самостоятельно минутку графические уравнения. Итак, ребята, ну, наверное, уже какие-то мысли по поводу того, к чему это приведет, работа уже есть. Секундочку, посмотрите на результаты работы индивидуальной в паре. Придите к какому-то ответу. К чему мы идем этим способом? Что мы в итоге можем получить? Вершина по равному, вершина по равному. Ну, вершина по равному. Ты ответы этим способом нашел? Нет. Кто нашел ответы графическим способом? Пара, поднимите руку. Надо, получается, не касается. Ответов нет. Так, ребят, скажите, вот всеми известными методами, включая графические, и теми, которыми мы владели, мы решили эту уравненную? Нет. Поэтому вот еще раз, мы сегодня на уроке, наша задача учиться решать квадратное уравнение общего вида АХ квадрат, то есть БХ плюс С равно нулю. И я поняла, что вы мне сказали, что нас привело к этой задаче. Вы мне это объяснили. Итак, задача перед нами поставлена. Надо теперь искать ответ на этот вопрос. Это самое сложное, но, наверное, самое интересное на этом уроке. Мысли разные, уже попробовали графически, никак. Вот мне что-то вначале говорила Соня, или кто еще ее поддержал? Ваши пари, Соня и Юлия, вы что говорили? Я немножко помогу сейчас Соне, чтобы вы все поняли, что Соня хочет сказать. Посмотрите, предыдущее уравнение, оно тоже общего вида. Да. Вы помните о том, что каждый из вас справился с решением этого уравнения? И метод был решения какой? Разложение на множитель с помощью формулы. Это уравнение такого же вида, но мы его не можем решить. Вот трудность же есть какая-то вот в этом, при переходе это, правильно? Соня, пожалуйста, выйдите на схеме. Напиши формула, с помощью которой... Мы бы, если бы мы эту формулу в этом уравнении увидели, то как бы мы решили это уравнение? То мы бы его смогли, вернее, решить. Напиши. Так, вот эта формула, если бы эти три слагаемых образовывали эту формулу, мы бы решили уравнение? А, Соня, почему ты сейчас про это вспомнила? Ну, посмотрела на предыдущие и подумала, что мы, может, как-то новую любовь... Помочь нам это, ведь правильно, ведь залог того, что ты что-то новое найдешь или откроешь, там, в науке или где-то. Ведь надо посмотреть, а что ты старым умел делать и этим пользоваться, правильно? А разве, скажите, мы никогда с вами не делали так, что вот сейчас нет формулы, а мы потом ее добивали, чтобы она стала у нас. Помните, мы уже как-то это осуществляли, такую деятельность? Ну, выносили знаки. Что делали? Знаки выносили, минус. А еще что выносили? Ну, общие... Ну, вот давайте я сейчас попробую вот ту операцию, которую мы с вами делали в тетраде, вместе осуществить. Соня, поможешь мне у доски, будешь со мной в паре работать? Итак, сделаем таким образом. Записываю уравнение, которое мы на сегодня пока не можем решить. 3х квадрат плюс х минус 2 равно 0. А наша-то основная задача решить не конкретно это уравнение, а уравнение общего вида. Поэтому я сейчас запишу сюда уравнение ах квадрат плюс bx плюс c и буду ставить перед собой задачу решать его, вот это уравнение. Это было бы самое главное научиться, вот вывести какую-то формулу, по которой мы бы смогли решить любое уравнение такого вида, правильно? Вот в чем наша работа с Соней сейчас будет в паре заключаться? Вот Соня, она вспомнила, что на уроках такую операцию мы уже произвели. Я надеюсь, что многие из вас это вспомнили. И, наверное, ей будет сейчас нетрудно с моей помощью, поскольку мы в парах работаем, эту операцию произвести. А я что, как вы считаете, буду делать с уравнением ах квадрат плюс bx плюс c равно 0? В чем моя функция здесь будет состоять? Соня может, даже соня повторяется. Молодец, я буду делать аналогичные действия тому, что делает Соня, только я и буду делать в более сложной ситуации, в общем виде, так говоря. Правильно? Так вот скажи, пожалуйста, первая эта трудность, в чем заключается, что вы не смогли его сразу решить, применить формулу сокращенного умножения? В каком слагаемом? У нас первая слагаемая, она представляет квадрат, но не очень красиво получается корень из трех х, если мы его разложим. А, то есть представить в виде квадрата можно, да? Ведь у нас первая слагаемая форму не должно быть квадратом какого-то числа, а тройку представима в виде корня. Вот здесь я вам расскажу, открою секрет, хитрость такую расскажу. Вот чтобы нам эту ситуацию избежать, можно придумать, провести такое действие, выполнить. Вот смотрите, у меня-то вообще еще хуже ситуация, я вообще не знаю, что за число а. Поэтому представить его в виде квадрата мне еще сложнее. Но я помню, что в уравнениях, и мы говорили об этом, есть такое преобразование, которое не нарушает ответы, что обе части уравнения можно умножить на одно и то же число, отличное от нуля. Помните? Может кто-нибудь подскажет мне, на что мне нужно умножить? Чтобы первая слагаемая из него извлекался корень. Вернее, представялся ли в виде квадрата? На а. Хорошо. А вот чтобы вторая слагаемая представляла собой удвоенное произведение, я посмотрю, какую хитрость произведу. Намножим на 4а. Продиктую, пожалуйста, Никита, что у меня получится. 4а в 1, х в 1, плюс 4а в 1, плюс 4а в 1, плюс 4а в 1. Право? Право будет. Ну вот Соня сейчас, Соня по-моему сделает образцу и подобию первое действие, а дальше уж я буду за ней повторять. А вы внимательно, пожалуйста, следите, чтобы я в своей трудной ситуации не допустила ошибки. Записывайте, пожалуйста, в тетрадях то, что мы пишем на доске. И вот сейчас... Она сразу... Вот сейчас Соня записала, домножила по моей подсказке вот так. Ведь, в принципе, я ничего против закона не знаю. Вы знаете, что так можно делать? Да. Да, знали, молодцы. И вот так нужно еще, Эмблика, вот что нужно сделать, чтобы оно дальше решилось. Вот теперь, Соня, тебе даю в руки управление в нашей паре сейчас. Слушаю тебя. Что ты будешь дальше делать? Можно представить в виде квадратов каждое... Ну, первый и третий в виде квадратов, а второй в виде двойного произведения. Ну, давай сначала начнем. До третьего нам уже пока далеко. Итак, первое слагаемое. А первое слагаемое, сколько каким было? 6х умножить на... Остановись сейчас. Остановись. Записали? Теперь внимание на доску. Итак, первое слагаемое было 36х квадратов. Мы его можем представить в виде квадрата? Да. 6х, все в квадрате. По формуле дальше должно быть что? Удвоенное произведение первого слагаемого, а оно у нас теперь известно. Теперь я задумаюсь. У меня на втором слагаемое... Что было? 12х. Нужно мне на что-то домножать? Теперь ты знаешь второе слагаемое, каким будет? 1. Получается, что надо 1 квадратов. Смелее, Соня. Плюс и, чтобы получилось то же самое, как в первом, минус. Правда. Ну ничего, я разрешаю на мою сторону залезть. Итак, запишите, пожалуйста, в тетради. Есть кто что-то недопонял, поспорил бы с нами, Соня, что мы написали на доске? Ну теперь моя скрипка пошла. Я теперь должна это же самое проделать со своими, мне нужна ваша помощь. Итак, Никита Лушников, что я первым действием по аналогии с Соней напишу? Можешь мне продиктовать, помочь мне? На первое слагаемое на что? На что? На х, на 2, на х. Теперь нужно посмотреть, посмотреть и сравнить. Здесь какое слагаемое? А у меня? Умножить на В. Значит? Плюс 1 получается. А у меня разве множитель второй слагаемой единицей будет? Первое слагаемое в квадрате. Плюс удвоенное безденит первое на второе. Плюс B квадрат. B квадрат. Добавила B квадрат. Отнять его. Отнять его. Плюс 4АС. 4АС. Трудно? Трудно? Трудно. Переносим себе в тетрадь. 4АС. Равно нулю. Ну я думаю, что самый сложный момент мы с вами прошли. Самый сложный момент прошли. Соня, продолжай. Теперь мы можем свернуть все по формуле. Подчеркни, что мы можем свернуть. Так. Первые три слагаем. Так. Получается 6Х плюс... 1 и все в квадрате. Так. И у нас остается минус 25. Максимально. Влад Шалоний, ты мне можешь продиктовать? А что у меня аналогично того, что у Сони получится? Ну, получается... 2АХ. Громче. 2АХ. 2АХ. Сколько? Плюс B. Плюс B. Все в квадрате. Так. Минус... Плюс 4АЦ. А минус-то что? Я не расслышала. 4АЦ. А подожди. Первый вид 3? 2АХ. Минус B квадрат. Минус 4АЦ. Вот B квадрат. Потерял. Соня, ну продолжай. Ждем к продолжению, что там дальше будет. Здесь мы можем тоже видеть, что у нас получилось А квадрат минус B квадрат. А у меня соня так может не получиться. У меня соня может не получиться. А может и другой вариант предложить решение? Можно 25 перенести. Так. Что сделать? 25 перенести. Переноси 25 в правую сторону. Ну и здесь, наверное, самое легкое, что будет. Кто мне... Кто нам поможет это записать? Андрей Малагин. 2АХ. В квадрате равно B в второстепени минус 4АЦ. Замечательно. Соня. 25 в квадрате дает только 5 или минус 5. Это неправда. Что значит 25 в квадрате? Ой, вот. 25 число в квадрате, чтобы получать 25, можно дать только 5 или минус 5. Значит, сколько должно быть либо 5, либо минус 5. Ну, запиши это. Так. Ну, вот у меня-то вот есть вопрос по поводу моего уравнения, нужно сказать. Подумайте, пожалуйста. Вот если решать мое уравнение. Вот здесь нужно остановиться и подумать над чем-то. Вот дальше, Шакика. В чем может быть проблема, какая-то возникнуть ситуация, при которой я уже не смогу? Давайте по одному. Вывести корень из квадратного из 4АЦ. Так. Вывести квадратный корень из выражения. Илья что хотела сказать? Ну, как-то в углы там нельзя, только когда она была вложена, но заодно было поднести под корень. А вот мне интересует вопрос. Я всегда квадратный корень могу сосчитать из любого выражения? Из любого выражения могу сосчитать квадратный? Нет. Из каких не могу? Из отрицательных. Из отрицательных. Из отрицательных не могу сосчитать. А кто мне сказал, что это выражение не отрицательное? Вот у меня где-то написано. Значит, модуль. Модуль. Так, модуль я поставлю. Вспомнили про модуль. Здесь, вот в этом кроется. Вы помните, когда мы решали квадратное уравнение графически? Какие возможны варианты ответов у квадратного уравнения? Сколько их? Какие ответы? Сколько ответов может быть? Два может быть квадратных уравнения. Одно может быть. Одно. Один ответ. Или ни одного вообще. Или ни одного. Так вот это выражение, которое стоит у меня справа, оно как раз и даст мне ответ на вопрос. Сколько корней имеет квадратное уравнение? Вот если b квадрат минус 4ac в связи с этим, каким может быть, варьировать между чем и чем, чтобы я определила, сколько будут корней? Соня. Ну, оно может быть или положительным, или отрицательным. Если отрицательным, то не будет ни одного. Если отрицательным корня, если положительным, то 2 или 1. А 1 будет, когда вот это выражение чему будет равно? Нулю. Итак, вот смотрите, понимаете уровень абстракции, на котором мы с вами находимся, в каком общем виде? Сколько я сейчас здесь решаю уравнений? Сколько? Просто все, которые могут быть. Если это выражение одно нулю, то сколько будет корней? 1. Если это выражение больше нуля, то сколько будет корней? 2. И если оно отрицательное? Корней нет. Вот Соне-то это не нужно было писать, у нее какое число получилось? Положительное. Поэтому у нее получились 2 корня. А нам с вами вот в этом столбике придется это записать. Ты не пиши пока свой, мы еще до этого не дожгли. Пишем ниже. Никита Васильевич, кто мне дальше? Какой еще вариант мы сейчас обсудили? Ну, если оно больше нуля, то получается 2 корня. 2 корня, а если меньше нуля, то это не твой. Если вы мягкие, то я уже это написала. А если меньше нуля, то это не твой. Нет корней. Так, решай. Получили 2 корня. 2 третьих и минус 1. Это решение уравнения вы закончили, завершили? Теперь вам нужно помочь вот в этом случае завершить решение уравнения. Итак, остановились, что в зависимости от того, какое выражение будет иметь знак, будет разное количество корней. Ну, рассмотрим сейчас случай, что оно все-таки b квадрат минус 4, а c положительно. 0 забыла. 0 забыла. Молодец. Что подсказала? Итак, оно положительно. То как мне эти корни найти? Что я должна по аналогии с Соней записать? Дима, вот сюда смотришь, что уравнение, что я должна записать? То, что... А, понял, кажется. То, что 2ax плюс b... Подожди, пока я не забыла. Слушай. Это у нас b квадрат минус 4, а c. Можно? 6x плюс 1 у меня равнялось 25 у Соней? Нет. Попробуем. Почему последующая получается... Никита, никита. Корень из b квадрат минус 4, а c. Корень из b квадрат минус 4, а c. Или второй какой возможен вариант, Влад? Ну, получается, минус 4, а c. Минус 4, а c. Ну, вот теперь Соня в уме решила, и я постараюсь вместе с вами, с вашей помощью это сделать. Чтобы x найти, нужно сначала b перенести вправо и поделить на коэффициент 2, а, да? Итак, какой первый корень получается? Минус b, это я перенесла b в правую сторону, плюс корень из b квадрат минус 4, а c. И чему коэффициент перед x равен? 2, а. Вот он первый корень. М? Такое было уже где-то, да? Встречали. Когда выводили такую же формулу. Итак, и второй корень. Кто поможет нам? Нет. Ну, то же самое, только минус. Минус b, минус корень. Соня получила два корня, и я получила два корня. Видите, как все легко и просто. Соня, спасибо, садись. На самом деле мы прошли, правда, с вами трудный пункт, трудный, но очень важный, и очень важно будет нам для следующей работы. Вот посмотрите. Соня решила квадратное уравнение. А теперь мы с вами, владея формулами, видя формулы, которые у нас получили, вот эти две, в принципе, можем сразу записать ответ. Итак, вот скажите, вот у этого уравнения вы коэффициенты а, b и c легко можете назвать? Да, можете легко назвать. А я могу их легко вот сюда подставить. Вместо b подставить что? Вместо а? Вместо c? И сразу посчитать ответ. Можно так делать в будущем? Итак, сейчас мы это с вами же, это же уравнение решим, но более простым методом, с помощью формул, которые мы так долго выводили и трудно, чтобы показать, для чего мы эту трудную работу сделали. Формулы достаточно объемные получились. Вот они, в принципе, такими же и останутся, но их принято в математике разделять на вот эту формулу, на два раздела. Немножко ее попроще сделать. И в той, и в той формуле какое одинаковое выражение присутствует? А два раздела. Корень, правильно? Вот это выражение принято обозначить буквой d. b квадрат минус 4ac. И называйте это выражение дискриминант квадратного уравнения. Что? Запишите это слово, я вам сейчас объясню. Дискриминант квадратного уравнения. С латинского языка слово дискриминант переводится как разделяющий. Вот что разделяет это уравнение? Что? Что? На какие виды? Вот b квадрат минус 4ac это дискриминант обозначили короче. На что разделяем? Что нам показывает дискриминант квадратного уравнения, про квадратный уравнение? Что он рассказывает? Количество корней. Вот чтобы ответить на вопрос, сколько корней имеет уравнение, достаточно вычислить его дискриминант. Тогда эта формула немножко преобразуется, x первая, минус b плюс корень из дискриминанта, деленная на 2a. То же самое, просто немножко разделили, чтобы полегче было пользоваться им. Итак, давайте теперь все же решим это уравнение вот так, как их решать более компактно, используя тот материал, который мы уже с вами проработали. Чтобы на эти корни нужно определить коэффициенты квадратного уравнения. Первое действие. Помогать диктовать мне дефорт корни, то, что я просила назвать, будет? Ильдар, пожалуйста. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Хорошо. Итак, коэффициенты определены у квадратного уравнения. Затем, чтобы найти сразу корни, вот легче сначала сосчитать, какое выражение, которое как я назвала вам? Дискриминант. Вот вторым действием мы вычислить дискриминант и сразу, кстати говоря, ответим на вопрос. А будут ли вообще корни, которые стоит ли ты искать вообще? Б квадрат минус 4АЦ. И подставляем. Гоша, диктуй мне, пожалуйста. Получается, что 1 минус 4 умноженное на 3 умноженное на минус 2. Так. Сколько? Это получается то, что 3 умноженное на минус 2. Мне уже ответ нужен. Получается минус 2,3. Минус 2,3. Не право. Минус 2,5. 25, правильно. Итак, 25. Мы нашли дискриминанта. И теперь можем ответить на какой вопрос сопутствующий? Количество. Сколько это было? Как вы узнали? Дискриминант больше 0. Так как 25 больше 0. Зафиксируем, что мы это осознали. Мы это проанализировали. Ну и теперь последнее. Осталось с нами корни эти найти. Кормула для первого корня. Минус В плюс корень из дискриминанта. Никита, диктуй. Минус 1 плюс корень из дискриминанта, это 5. 5. И 2 на 6. День на 6. Получится минус 5, день на 6. Ой, минус 4. Плюс 4, день на 6. Плюс 2,3. Кормула. Формулу записываем. Илья Штримин. Получится минус 1. Минус корень из дискриминанта, это 5. Минус 5. И делить на 6. Получится минус 1. Минус 1. Итак, таким способом решили, то уравнение, хочу заметить, которое в начале урока вы решить не могли. Получили корни 2,3 минус 1. Вторым способом решили, воспользуясь результатом нашего труда, чтобы выбили формулы, по которым можно решить. Скажите, а если я вам дам, вот открою сейчас учебник и дам какое-то квадратное уравнение, вы его с помощью какого метода будете решать? Вот так? Или по формулам, которым можно? По формулам. По формулам. Ну давайте теперь вернемся к началу урока и вспомним, ребята, какую мы задачу с вами учиться решать? Научиться решать. Квадратное уравнение общего вида. Пару секунд обсудите, пара. Что мы с вами сделали, какие действия, какую работу проделали, чтобы достичь этой цели. Итак, время вышло. Итак, Соня с Юлей. Юля. Мы выводили формулы для этих квадратных уравнений. Общего вида. Еще что мы делали. Вот я бы высказала свое мнение, еще бы, наверное, впечатление мое. То, что вы в какой-то мере проверяли друг друга. Вот когда вы работали в начале урока, вы смотрели, что написано у одноклассников, парень у себя, что написано у соседа, да? Анализировали правильно или неправильно? Обсуждали, где ошибка или нет? Ведь это тоже очень важное умение, которое в жизни будет пригождаться. Спасибо. Я надеюсь, что на следующем уроке мы будем учиться, продолжать учиться. Наверное, когда и научимся решать квадратные уравнения любви, которые есть. Сейчас отдыхаем и включим руки, продолжим.